Несколько лет понадобилось жильцам запорожских общежитий, объединившихся в ассоциацию домовых комитетов, чтобы добиться от государства права приватизировать свои комнаты. В этом вопросе они тесно сотрудничали с Центром правовой защиты, созданным городской организацией партии регионов. В результате долгожданный закон был принят Верховной Радой. Некоторые его положения прописаны запорожскими специалистами. Сегодня нужно сделать все, чтобы реализовать закон эффективно и в нужные сроки. На сегодняшний день вся проблема перенесена на местный уровень. В течение трех лет все общежития должны быть переданы территориальной громаде. Территориальная громада должна правильно распорядиться судьбой и жильцов, которые находятся в общежитиях, и судьбой этих общежитий. В первую очередь, конечно же, решить вопросы о приватизации тех комнат, в которых сегодня живут люди. Сегодня в Запорожье около 150 общежитий. Только третий из них находится в коммунальной собственности. Остальные принадлежат предприятиям. Некоторые уже несколько раз перепроданы вместе с людьми и находятся в частной собственности. Обеспечить передачу таких домов громаде и предоставить каждому жильцу право на приватизацию. У городской власти на это три года. И решать придется не только организационные вопросы, но и финансовые. Сегодня, надо сказать, что многие общежития имеют весьма плачевное техническое состояние. Требуют ремонта, требуют замены сетей, требует организации индивидуального учета. С учетом роста коммунальных платежей сегодня необходимо организовать индивидуальный учет электроэнергии, воды и газа. Поскольку во многих общежитиях люди платят по домовым приборам учета. И это очень сильно бьет по их карману. Город или местные громады должны подать свои сметы расходов на прием общежитий в собственность городской громады в бюджет. И согласно закону, такие деньги должны быть предусмотрены в государственном бюджете. Город над этим работает. Безусловно, часть средств мы рассчитываем все-таки получить с предприятий. Это те, на балансе которых находятся в данном моменте общежитий. Часть, безусловно, будет влиять в город. И, конечно же, основная масса должна финансово поступить из госбюджета, что предусмотрено этим законом. В течение ближайших трех месяцев в Запорожье будут созданы комиссии по инвентаризации общежитий. Затем, в течение полугода, они создадут полный перечень всех зданий, которые должны будут перейти в собственность города. И только тогда начнется процесс передачи общежитий. И все же главная цель всего процесса – обеспечить возможность жильцам общежитий приватизировать квартиры и обрести узаконенное жилье. Субтитры создавал DimaTorzok